Новые ворота в Крым, воздушные и через мост над морем. Летний сезон будет уже другим. Это «Вести недели» и я Дмитрий Киселёв. Добрый вечер. Смотрите сейчас. Не знаю, как у Киселёва, но пока что летний сезон, к сожалению, не намечается. То холода, то дожди. Здравствуйте. Это «Вести недели» без Дмитрия Киселёва. С вами я, Денис Кривошеев. И новости, значит, недели, которые требуют обсуждения. Собянин выразил слова соболезнования в связи с гибелью девочки из урагана в Москве. Порошенко сообщил о начале процедуры ведения автокефалии, то есть независимости Украинской Православной Церкви, от Московского Патриархата. В России снова ведут налог с продаж сразу после инаугурации Путина 7 мая 2018 года. Расскажу, какой и на что. Это неприемлемо. Генсек Совета Европы пригласил России мерами из-за невыплаты вносов. Расскажу, почему нам этот Совет Европы побоку. Ли Пашинян потребовал единогласной капитуляции правящей партии Армении. А где-то горы-горы, а за ними-ними. Армения, моя любимая страна. Конечно же, речь пойдет и о ней. 26 апреля в этот четверг в России вспоминали шерф аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Конечно же, затронем и данную тему. Россию перепишут с правильными топонимами, то есть с правильными названиями. У Путина примерил на себя новую роль на сей раз картографа, получается, да? Итак, начинаем по порядку. Значит, Собянин выразил слова соболезнования в связи с гибелью девочки из урагана в Москве. По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. В результате удара стихии в Москве повалены сотни деревьев. Девочку придавило мусорным баком. Есть в этом, безусловно, что-то мистическое, ведь в соседнем с Москве регионе никак не могут закрыть свалку, которая отравляет воздух жителям. В прямом смысле этого слова. Это сакральная жертва. Власть не обращает внимания на проблемы Подмосковья и получите от высших сил ответку. Еще один человек погиб в мытищах после того, как ветер на него обрушил строительную бытовку. Большой начальник не должен извиняться перед жителями Москвы за ураган. Он должен все сделать, чтобы такого больше не повторилось. Вот в чем суть большого начальника и просто начальника. Нельзя устанавливать деревья в зазорах между парковкой, пешеходной зоной и жилыми домами. Ровно из-за этого. То есть ровно потому, что эти деревья могут снести и они либо полетят на машины, либо на прохожих людей. Это не первый ураган, но выводы так никто и не сделал. В Москве деревья в прямом смысле воткнуты в асфальт. Причем таким образом, что либо это дерево упадет на улицу, то есть на крышу машины, либо прямо на голову москвичу. Так нельзя. Недаром там, где... Недаром там раньше деревьев не было. И не случались такие экстессы. Еще одна причина трагедии это розовое ветров, которое в Москве изменили. Вот это самое небоскребе Москва-Сити. И вместо как бы пронзающего ветра москвичи получили ураган. Из-за того, что данные небоскребы, они сгоняют потоки ветра на более низкий уровень. И развивают его до 30 километров в секунду. Почему этого нет в Нью-Йорке, где, вы все знаете, очень много небоскребов. Они вот только прямо на каждом шагу. Потому что вот в Нью-Йорке именно что много небоскребов. А в Москве 2-3. Остальные здания ниже. И вот эти самые Москва-Сити, небоскребы, разгоняют воздух с высот Москвы-Сити вниз до 30 километров в секунду. Собянин хотел сделать средний европейский город из Москвы. Но он не все фактора климата. И это хорошо видно. Качество менеджмента в России крайне низко. В прорывнических вузах учат, как эффективно управлять с наименьшими затратами, а не как все предусмотреть и сделать так, чтобы жертв в городе из-за лишней стройки, из-за новых насаждений не учат, чтобы жертв из-за этого всего не было. А зря. А что касается мусорных баков, которые на сей раз возложили причиной гибели двух человек, в советское время баки ограждались специальной сеточкой, чтобы мусорка не могла полететь в соседний дом и стояли они не рядом с детской площадки, а в углу. Где, кстати, как правило, и находились деревья. Чтобы, если уж случилось, дерево паду, то сразу в мусорку. И наоборот, чтобы деревья преграждали путь летающему баку в окно. А еще Собянин убил столичный трамвай, что вообще печально. Кстати говоря, если он сейчас входит, извиняюсь за это самую. Просто у меня старая информация. Ну и если трамвай сейчас в Москве нету, то Собянин убил трамвай просто потому, что я... Почему я включил эту фразу? Потому что я много слышал, что бастуют эти самые водители, кондуктора трамваев, потому что Собянин их хочет закрыть. Не знаю, закрыл ли он или сейчас ходит трамвай в Москве, однако знаю, что троллейбусов там уже точно нет. Что, к сожалению, облик города не улучшает. Хотя это столица нашей Родины. Позор и про знаменитый воздух в столице я вообще молчу. Полный позор Собянину. Хоть он и извинился, но выводы из столицы, которая произошла, ну, почти ровно год назад, он никакие не сделал. Вот поэтому двойной позор Собянину, мэру Москвы. Так. Идем дальше. О! Такая одна из самых горячих тем, которые трогают убыток, как здесь в России, так на Украине, в Белоруссии. Ну, в общем, одна из самых горячих тем. Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Константинопольский Патриарх, самый главный патриарх в православии, да именно он, а не Кирилл, как многие подумали бы, начинает процедуру для предоставления независимости Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Соответствующее решение принято и Синодом, то есть парламентом Вселенской Патриархии. Петр Порошенко в своем фейсбуке написал, что поддерживает решение самого главного патриарха от православия. А Гундеев, наш патриарх, в печали и в раздумьях в РПЦ уже заявил, мол, как так, мы согласия не давали. Важно пояснить, что в отличие от католиков, где папа может назначать и снимать епископов, руководителей церквей по континентальному признаку, то Вселенский Патриарх имеет ограниченную власть. Он может принять решение только согласии 15 представителей поместных церквей по континентальному, а православии по расовому признаку. То есть понятно, что у католиков такая конституционная монархия своеобразная, а у православных условно-парламентская президентская республика. В России царит Средневековье, ибо больше нигде в мире целая страна не требует, чтобы храмы другой независимой страны были под их контролем. Из-за чего такой спор идет. 15 церквей образовались от 12 апостолов, учеников Христа, которые ходили по миру и проповедовали христианство. Так, в частности, Андрей Первозванный приплыл на корабле из Византии где-то в район Днепра, в ходе чего была образована русская православная церковь того времени. Там еще в этой истории немаловажную роль сыграл князь Владимир, но об этом как-нибудь в следующий раз о князе Владимире. В то время были... В то время Русь и Украина были единым государством. Однако потом пути Украины и России разошлись в 1991 году. Ну да, было восстание в 1917 году, но мы об этом не будем, потому что это займет ну очень просто много времени об этом всем рассуждать. Ну и короче говоря, пути Украины и России разошлись. Но Андрей-то Первозванный прибыл-то в район Днепра, а значит Украина имеет полное, каноническое даже, право на свою церковь. Так что, именно как раз, да. Однако Москва в лице русской православной церкви препятствует Украине в образовании своей церкви. Ибо когда батюшки в храмах служат не государству Украина, а государству Московия, а эти храмы находятся на твоей территории, на территории Украины, это мощный дестабилизирующий фактор. Где-то на каких-то службах могут не отпеть бойца АТО. А стоит высушенников не воевать против своих, якобы в кавычках, братьев. Сдаться ополченцам Донбасса. И так, вплоть до прямого шпионажа в пользу Москвы. Этот фактор, что батюшки, зависимые не от своего патриарха, а от патриарха чужой страны, приводит к ужасающим последствиям. Москва уже рассматривает церкви на Украине не как храмы, не как молебные дома, а как свою собственность на Украине или того хуже, как центры вербовки для так называемого русского мира. А все потому, что остается все меньше и меньше рычагов давления на Киев у Москвы. И церковный вопрос, один из этих самых рычагов, один из факторов давления на Украину. И естественно, Украина хочет иметь свои церкви, на своей территории, быть подлинно независимым государством, а не чужие церкви и храмы, врага на своей территории. Россиянам следует знать, что Киевская Петерская Лавра в первую очередь киевская именно, а не московская. В российской пропаганде это все обставляется как отжатие церквей, но на самом деле данный процесс нечто иное, как установление реальной независимости Украины, независимости в первую очередь как раз таки от России, в которой храмы уже давно превратились из места общения с Всевышним в институт государственной пропаганды путинской власти, тех самых духовных скреп. Обычно посты Порошенко в Фейсбуке все ругают кому не лень за его не совсем правильную политику, и многие украинцы с ним безусловно не согласны и жаждут, ну как я можно сказать, Юлию Владимировну Тимошенко на пост президента, а не эту шоколадную мразь. Но этот пост набрал более 30 тысяч лайков. Украинцы понимают, где реальная борьба за независимость, а где нет. Остается только сожалеть, что вселенский патриарх, как главный патриарх православия, не может уволить Гундеева, патриарха московского и всея Руси, за коррупцию и пропаганду войны на Украине. В России могут снова ввести налог с продаж. Сейчас, минуточку, я отвлекусь, я свет люблю. Темно, тучи уходят просто вообще. Погода просто не радует, не радует погода. То холодно, то снег не может никак сойти, то дожди. Ну и так вот, в России снова введут налог с продаж. Могут ввести, но я думаю, введут. После инаугурации Путина 7 мая 2018 года. Это связано с увеличением расходов на медицину и образование. Речь идет о вливании в эти сферы более 10 триллионов рублей. Налог с продаж отменили в стране в 2004 году. А сразу после отмены данного налога россияне стали жить лучше. Но не на много правил, но ощутимо. А теперь... Алаверды. Обратно вводится налог, чтобы бюджетники получали хоть какую-то там достойную зарплату, а остальные нет. И понятно, почему. Представляете, например, забастовку врачей? Это же сотни трупов из-за самых этих забастовок, если врачи действительно согласятся на данную забастовку. Вот комментарий. Кстати, они-то таким образом клятву Гиппократа нарушат. Но, тем не менее, жрать тоже хочется. Всем. Вот комментарий бизнесмена Дымова. Введение данного налога ударит по торговле по производителям. Вот он. По производителям и по потребителям, которые заплатят из своего кармана из-за дурости чиновников, из-за поддержки Владимира Владимировича Путина на выборах 2018 года. Это еще не все. Будет увеличен налог на НДФЛ с 13 до 15 процентов, отменят 10% льготную ставку на НДС и ведут новый налог на оборот товара в супермаркетах. То есть, это повышение... А, ну, еще и, конечно же, самая такая горячая тема из всех этих налоговых нагрузок. Это повышение пенсионного возраста 60 до 70 лет. А, как вам? Ну, я не уверен, что последние ведут, но то, что реально с 13 до 15 повысит и то, что ведут новый налог на оборот товара, это даже не подлежит никакому сомнению. Так оно и будет. Путину нужны деньги, а денег из-за санкций негде взять. Восхождение императора на трон и последствия всего этого... Ну, восхождение императора на трон, я понятно, что имею в виду. Седьмое мая. И последствия всего этого... Ради того, чтобы бюджетники получали существенно большую зарплату, чем сейчас. Вот это ради всего. Самое главное... Ни министрам, ни чиновникам рангом ниже, ни даже самому верховному не приходит в голову, то, что рост зарплат учителей и врачей автоматически съедает рост цен на товары и услуги. Они обязательно вырастут, если введут новые налоги и повысят старые. И это тоже безусловно. Россияне назвали цифру зарплату, при которой им комфортно жилось. Это 120 тысяч рублей. Еще раз, 120 тысяч рублей. А много тех людей, которые эту зарплату получают? Нет. А почему такую зарплату? Ну, хотят россияне. Средняя зарплата по всей стране всего-то 20 тысяч рублей. Если 5 тысяч уходят на коммуналку и еще 5 тысяч на налоги и имущество, на уплату бензина у тех, кто у автомобилей есть, то еще где-то остается 10 тысяч на зарплату. Если покупать дешевые продукты в России, это привык путь в больнички, где, кстати говоря, могут бастовать врачи. Ну, не будут бастовать сейчас, наверное, потому что все-таки им повысишь зарплату, но все может быть. В те самые больнички, где вас заставляют самому себе покупать лекарства, где экономят на еде для больных, что вообще за рамками морали и нравственности благие намеренно Владимира Владимировича ведут, понятно куда, в ад. Надо бороться именно с ростом цен, а не... Ведь неважно, какая зарплата. Если у вас цены, а после 7 мая еще и налоги растут, вы все равно будете бедными, хоть у вас там будут миллионы, хоть два. Власть все делает, чтобы ухудшить положение народа. Реальный доход россиян падает с 2014 года. Скоро, а конкретно после 7 мая, от роста уровня дохода ничего не останется. От дохода россиян ничего не останется. В попытке догнать и перегнать Америку, Российская Федерация повторит ошибки СССР. Она уже это давно делает. Хотя бюджетникам повышение зарплат будет приятным. Но приятной новостью, но только до того момента, как они пойдут в магазины, или до того момента, как придет письмо счастья с требованием заплатить новые и старые налоги. В Совете Европы пригрозили России мерами из-за невыплаты взносов. Генсек Совета Европы Турбен Янгланд назвал совершенно неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет организации и пригрозил мерами в отношении Москвы. Он сказал, что есть правило в комитете министров, что если государство член Совета Европы не путать с Европейским Союзом, не платит взносов, то комитет министров рассмотрит вопрос о дополнительных мерах против России в конце 2019 года. Какие еще меры, кроме как исключения России и Совета Европы, я не представляю, потому что санкции против России вводятся либо отдельными странами, либо Евросоюзом. Исключение России и Совета Европы играет, безусловно, только на руку Владимиру Владимировичу Путину, особенно когда не мы уходим из Совета Европы, а нас вышвыривают оттуда. Это будет использоваться российской пропагандой, как тот, что мы можем смотреть, у нас демократия, вот, недавно были президентские выборы, а Совета Европы что? Сначала нас лишили там права голоса, из-за чего мы отказались платить членские вносы, а теперь нас вообще оттуда ни за что ни про что вышвыривают из Совета Европы. Это у нас таким образом демократия, а не у них. При этом стыдливо будут умалчиваться, за что Россия лишилась права голоса в Совете Европы. За аннексию Крыма, не за референтом, а за насильственное присоединение чужой территории. И за войну на Донбассе, развязанную Кремлем. Однако эффект исключения России и Совета Европы будет заключаться в другом. Путин рад бы без всех этих правил и норм международного права существовать. Но ему постоянно капают на мозги решения Европейского суда по правам человека и то, что в России введен мораторий на смертную казнь. Думаете, из-за количества неправильных приговоров и количества трупов, которые в свое время большевики, а потом и российская власть расстреляла? Нет. Все как раз тогда, в 90-х годах, вводился мораторий на высшую меру наказания УК, именно для того, чтобы Россия стала членом Совета Европы. Ведь в уставе Совета Европы написано, что страна-кандидат на вступление в Советы Европы не должна иметь статьи в Уголовном кодексе касательно смертной казни. Тройной эффект от выхода из Совета Европы получается для нашей власти, но никак не для Совета Европы. Путин гений, но именно что злой гений. Кстати, именно потому, что по процедуре смертной казни нельзя в органах исполнительной власти и судебной вводить, Путин отдал тот самый приказ, если что, огонь на поражение без предупреждения. А потом по ящику, ликвидирован в ходе АТО, расстрелин при попытке к бегу, что, кстати, недавно была очередная антитеррористическая операция на Кавказе, и опять ФСБшные мрази всех положили без разбора. Исключение России из Совета Европы – это всего лишь легализует. У Янгланда нет рычагов давления на Москву. Советы Европы – это вам не совбезло он. Данная организация отбешала. Я не совсем понимаю, зачем в нем страны, которые не члены Евросоюза и не имеют никаких обязанностей исполнять решения Европейского Союза. Ну, мы говорим, когда даже... Ну, о чем мы говорим, когда даже в Европейский парламент идут политики второго сорта. А уж Совет Европы, так и вообще политики третьего сорта. Это все умножает никчемную брюссельскую бюрократию. Этот европейский совок. Мы видим, что глобализация по большому счету пока что ничего не решила, ведь даже генсек ООН, казалось бы, председатель всего мира, но обладает ли он реальной властью – нет. Его реальная власть распространяется только на уборщицу штаб-квартиры ООН. Я уж молчу про Советы Европы. И именно потому много раз обсуждается тезис про реформу ООН и его совбеза. Но непонятно, в каком направлении двигаться. Лишать ли Россию право вето? Ну, так как это только на руку изоционалистскому режиму Путина. Самое правильное, на мой взгляд, это введение лимита на право вето для членов Совбеза ООН не более пяти вето в год. К примеру, дабы не блокировать решение Совбеза ООН и вообще сам Совбез. Но это мы отвлеклись. А что касается Совета Европы, то Россия аноксировала Кым в 2014 году, а принятие решения об исключении Совета Европы может быть вынесено лишь только в 2019 году, через пять лет после случившегося, воистину, сильна европейская бюрократия. Между прочим, действительно, действительно, если Россию выкинут, и Илья сама уйдет из Совета Европы, то ведь что такое Совет Европы? Это не только там место встречи для парламентариев Совета Европы. Это еще как раз Европейский суд по правам человека. Тот самый суд, который выносит приговоры, зачастую противоположные российскому Верховному суду. А теперь представьте, что Россия не будет участвовать в Европейском суде по правам человека. А значит, сотни тысяч политических заключенных не будут иметь в России право на амнистию и на компенсацию с властей. Вот как. Так что я призываю турбина Янглунда не исключать Россию из Совета Европы по причинам, которые я уже изложил. Что-то мы потерялись. Так, мы идем дальше. Ага, да, идем дальше, идем дальше. Самая горячая тема среди многих и многих. А, ну и не только армян. Ну, я уверен, что и азербайджанцы тоже смотрят, что там творится в Армении. Хотя вот, Пашинян потребовал единогласной капитуляции правящей партии Армении. С его слов, некоторые в правительственном здании Армении считают, что народ удовлетворен отставкой Сержа Сарксяна. И что после вчерашнего празднования позабыл, зачем собирался. В реву главы правительства Армении Карен Карпетян считал, что протестующие больше не выйдут на новые митинги. Но ему следует безоговорочно и без условий признать победу новой армянской революции и не оставаться больше у власти. Мы требуем распуска республиканской партии Армении, объявил Пашинян. Правительство страны должно уйти в отставку. В городе Сиван находятся 60 фур, которые заблокируют весь Ереван. Как ни странно, частично требование распуска республиканцев было выполнено правящей коалицией. Распалась, вышла из нее союзник республиканцев партия Дошну Цутун. И таким образом из 105 мест в парламенте правящая партия страны сохраняет только 58 мест. Что, кстати, сохраняет показаний большинство. Оппозиционный блок ЕЛК, выход, требует на пост премьера-министра Пашиняна до момента досрочных выборов в стране. В ответ на это вся полиция Армении задержала руководителя гражданской инициативы, учредительный парламент Гаргена Чукоязяна. Причем я видел, как мирных протестующих местная полиция грузила в машины, похожие на машины для сбора мусора. Если это так, то это двойное унижение вольно думающих, вольно мыслящих армян. Интересно, что Сарксян пошел на переговоры с оппозицией, а вот Карпетян наотрез отказался от всяких переговоров. Он заявил, что формат переговоров на условиях оппозиции, а это условия оппозиции, распуск парламента, досрочные выборы и Пашинян в качестве исполняющего обязанности премьера страны категорически неприемлем. Это не переговоры, а диктат Пашиняна. Партия Елк Пашиняна выступает за выход Армении из таможенного союза с Россией и присоединение Армении к Евросоюзу. Да, в основном весь бунт против республиканской партии происходит. Но армяне обратили внимание, что за последнее время главный союзник Армении, а это Россия, к сожалению, гадит Армении. Так, Электросети Армении объявили о повышении цен на электроэнергию с 1 августа того года. Электросети Армении это дочернее предприятие ИнтеррауЕС, где председатель небезызвестный, да, не Чубайс, а небезызвестный коррупционер Игорь Иванович Сечин. Электросети Армении это энергетический манипулист на рынках республики с чудовищным менеджментом, который привел данную организацию к фактическому банкротству. И решил переложить свое неграмотное управление на простых жителей Армении, из-за чего цены на электроэнергию в Армении были подняты в 150 раз просто, в 150 раз были подняты. А в маленькой, но гордой республике электроэнергия один из существенных факторов, безусловно, тем более в стране, где нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых. Из-за чего бунт, да, я уже сказал, вот народ и вышел на акции протеста, потому что просто основная из причин была, просто он не смог платить за такой дорогой тариф. Плюс, Кремль все более охотно заигрывал с врагом Армении, Азербайджаном. Про Турцию я вообще молчу, ведь в Азербайджане, в отличие от Армении, есть нефть и есть чем поживиться Игорю Ивановичу Сечину. Значит, с ней более выгодно было бы дружить, чем с Арменией. Так думали и размышляли в Кремле до поры до времени. Песков уже заявил, что мы следим за ситуацией в Армении, но это внутреннее дело Армении. Когда так говорят в Кремле, мы понимаем, что совсем наоборот, и всевидящее око Кремля уже обратило внимание на Армению. И Владимир Владимирович Саурон позвонил президенту Армении Армену Сарксяну, чтобы поделиться опытом, как давить мирный протест, если Армен Сарксян на это решится. Но если нет, то по каким-то причинам, но если же по каким-то причинам новая власть Армении или старая не устраивает Москву, то тогда в дело пойдут недавно сформированные на 102-й военной базе России в Армении подразделения военной полиции России. В Кремле думают, если в ходе достоинства выборов или уличным путем захвата административных зданий придет к власти проамериканская верхушка, то это создаст угрозу для Ирана. По нему можно будет жахнуть. Ну, например, приходит, вот что думает в Кремле, приходит Пашинян к власти, к реальной власти. Выгоняет, как это было в Грузии в свое время, выгоняет российские войска с территории Армении, туда ставят американцев, да, и они уже из Ирака, из Армении могут атаковать Иран. А после удара по Ирану, понятно, что американский флот может выйти на Каспию. А это уж совсем угрожает интересам Москвы. И, естественно, в Москве этого не допустят. И приложат все силы, как дипломатические, так и, безусловно, военные, чтобы не дать прийти Пашиняну к власти, если, конечно, он не откажется от идеи выхода Армении из союза с Россией. Как таможенного, так и военного. Ситуация находится пока что в развитии. Так, давайте-ка посмотрим. Нет, мы не будем смотреть, увы. Долго грузится. Что ж, ну ладно, ладно. Четверг. Четверг, 26 апреля. Да, да. В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вспоминают это громко сказано. На самом деле, либо в России про трагедию говорят мало, и в основном в выпусках новостей по утрам, когда понятно, что люди либо на работе, либо отсыпаются от работы, а то и вовсе молчат про данную трагедию. Причина на это три. Тезис, где Путин, та победа. То есть, априори, Владимира Владимировича Путина не могут показать с ликвидаторами, так как он им жмет руки ровно потому, что по всем СМИ должны показывать только успехи, только победа нашей власти, но никак не их провалы, либо провалы их предшественников. А Чернобыльская авария, это все-таки вам не парад победы. Это все-таки самая большая техногенная авария в мире. Второй тезис, почему так мало говорят в России про аварийную ЧС сейчас, так это плохие отношения с Украиной, а де-факто война с ней. И как-то странно было бы в фронтайм кремлевских СМИ показывать, как русские и украинцы бок о бок засыпали реактор песком ровно, потому что 24 часа, 7 дней в неделю из телевизора в России льется песня про евромайданутых бандеровцев на Украине и про их неудачи. Третья причина, не столь очевидна, но важна, все дело в Росатоме. Это одно из немногих успешных предприятий России. Реакторы Росатома пользуются, покупаются и строятся по всему миру. А тут такое напоминание о трагедии. Это, конечно, не красит Росатом. А ведь Росатом – это же прямой наследник Министерства атомной промышленности Советского Союза с его проколами в виде ЧАЭС и комбината «Маяк». Плохой пиар и плохие воспоминания не идут на пользу кремлевскому бизнесу. К счастью, в регионах России помнят о трагедии, чтут память ликвидаторов и других участников аварии на ЧАЭС. Но именно что в регионах, а не на федеральном уровне. Что-то, безусловно, досадно. Не в Москве и не в Петербурге. Там готовятся к параду 9 мая. Ведь это-то была победа, победа. А Чернобыль, что тут? Путин – победа. Чернобыль – Путина нет. На ФедсМИ и ведь на федеральных СМИ. И ведь тогда это тоже... А ведь тогда, 32 года назад, это тоже было словно подвигу и словно победы. Ценой многих жизней удалось спасти самых обычных людей, да и просто природу от опасного атома. Вырвавшись из-под контроля Центрального комитета Компартии Советского Союза и Комитета Государственной Безопасности. Чтобы не быть голословным, вот открываю статью «Известий» и читаю черным по белому. «Мол, в ночь на 26 апреля...» А что ж так скачет-то? Вот, в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла данная трагедия. Еще раз, в Киевской области на момент аварии ЧАЭС не входила в Киевскую область, Чернобыльская атомная электростанция, а была отдельно от Киевской, как раз Чернобыльская область Украинской Советской Социалистической Республики. Именно поэтому Чернобыльская атомная электростанция так называется не в честь одноименного поселка, как многие думают, а в честь области, которая была после аварии расформирована, а Чернобыль и Припять таким образом переводились под управление тех чиновников, которые сидели в Киеве, потому что члены Компартии Украины и Комсомол покинули Чернобыль и Припять, и им никак не хотелось возвращаться в зону радиоактивной опасности. Они же не дураки, пусть обычные украинцы, белорусы, русские рискуют своим здоровьем, но только не члены партии и правительства. Далее, кстати, мы видим видео, не знаю, кстати, откроется оно или нет. Ага, да, вот, видео открылось сейчас. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 32 года назад ночью на Чернобыльской атомной электростанции прогремело два крупных взрыва. В первом сообщении советских СМИ аварию назвали несчастным случаем. 26 апреля 1986 года мало кто знал, что на станции произошла ядерная катастрофа. Той ночью был запланирован плановый ремонт на 4-м энергоблоке. В 1 час 23 ночи работники станции поняли, что-то пошло не так. Но было уже слишком поздно. Взрывная волна буквально стерла с лица земли реактор. Огонь охватил несколько зданий атомной электростанции. В окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. Последствия и пожар без остановки ликвидировали посменно. Каждая смена работала до крайнего предела допустимой дозы излучения. В первые три месяца после аварии погиб 31 человек. Общее число жертв Чернобыльской катастрофы – несколько тысяч человек. В ноябре 1986 года опасный реактор поместили под специальный саркофаг. Достоверной версии причин произошедшего нет. После катастрофы вокруг Чернобыльской АЭС образовалась зона отчуждения в радиусе 30 километров. Городом-призраком стала Припять. Всех жителей эвакуировали. Что делали все эти годы украинские власти? Лишь в 2000-м Леонид Кучма догадался остановить реактор энергоблока номер 3. Затем 10 лет затишья. В 2012 году на станции начали строить новый защитный саркофаг. Арка безопасности до сих пор не введена в эксплуатацию. Телеканал «Известия» и вопрерыв проток информации. Доступен в пакетах кабельных и спутников от директора. Мы видим, что все в Украине плохо с атомной энергетикой. Ну и в данном видео мы видели, говорится, что причиной аварии на ЧАЭС был несчастный случай из-за планового ремонта станции. На самом деле это не так. И это не ошибка операторов атомной электростанции, как многие думают. Не так давно были рассекречены документы Комитета государственной безопасности СССР о допущении системных ошибок при самой стройке данной станции. За данной формулировкой фактически скрывается коррупция между членами Совета Министров СССР, ЦК Компартии Украины и Минатом Прома СССР. Министерство атомной промышленности СССР по-другому объяснить, как в Советском Союзе, где жесточайший был контроль, построили станцию не по чертежам конструкторов, ввели в эксплуатацию. Я объяснить не могу. И это в СССР. Кстати, еще при Брежневе, где уровень коррупции как раз-таки достиг максимальной отметки за всю историю Красной Республики. Не надо думать, что коррупция в СССР это только жемчуг для дочки Брежнева. Нет, это все в том числе и атомная станция, построенная не по чертежам инженеров, конструкторов. Это лишний раз говорит о правильности Навального в его антикоррупционной борьбе. Чтобы Чернобыль в России, в нашей стране, больше не случалось. Еще такой упрек страны властей, России, Киеву, что, мол, прибрали запретную зону, превратили запретную зону в парк развлечений для сталкеров. Уж мы-то так все бы оцепили и всех сталкеров бы пересажали. Что ж, я рад, что Россия это не Украина. И там действительно в Чернобыле очень красивые места. И я вам даже, можно сказать, советую их посетить с разумными мерами, конечно же, предосторожности. И советская монументальная архитектура, которая, не знаю как вас, а меня лично вдохновляет. Хотя все ее ругали за бытовые неудобства, но она выглядит там, в Чернобыле, очень красиво. А особенно выглядит, конечно же, этот город Припять, у которого такая судьба. Да, вроде бы он стал заброшенным городом, но об нем не забыли, сталкеры его посещают. Люди его, украинцы, белорусы, русские его посещают. И, наверное, так будут продолжаться впрыть, но пока там совсем здание не обвешают и не развалятся. Вот мы также видели из пропагандистского ролика «Известий», что Кучма догадался только в 2003 году ликвидировать, остановить третий энергоблок. Но когда у вас, понимаете, с экономикой проблема, вы не будете гасить атомный электрореактор. То есть то, что приносит свет в дома ваших граждан. А новые безопасные реакторы вы в силу экономических причин построить не можете. И только видно в 2003 году украинцы справились с этим самым затруднительным положением 90-х, в которых и очутилась Россия. А то, что происходило после 2014 года, это уже другая история. Жаль, что трубу спилили. Кстати говоря, вот этот саркофаг, вот тоже вот это неправда. Саркофаг, тот новый-новый саркофаг с 2012 года. Его уже все, его уже поставили, его установили, трубу спилили, его уже установили. Сейчас Чернобыль скатана электросанция под вторым саркофагом. Так что и тут мы видим, что российские пропагандистские СМИ нам врут. О, да, газета РУ. Россию перепишут с правильными тапа... Ну, в общем, с правильными названиями. Направили налево? Опять этот ролик из газеты РУ. Газета РУ, уберите это по 700 раз, я с долбас эту слушать, эту вашу рекламу, блин. Россию перепишут с правильными названиями. То есть в России будет создан новый атлас мира с актуальными и правильными с точки зрения Владимира Владимировича географическими названиями объектов на территории Российской Федерации. Хотя вроде бы называют атлас мира. Работой займется и никто-нибудь, а само Министерство обороны, да, а не Министерство картографии. Об этом рассказал Владимир Владимирович на заседании Русского географического общества в Санкт-Петербурге, в городе, который носил сразу три названия. Вот его цитата. Сноу, Малый Ярославец, Ливингстон, на самом деле Смоленск. А ведь в 2020 году мы будем праздновать столетие Антарктиды, вот так вот. Ее открытие. Куда Антарктиды без России? Она была открыта русскими мореплавателями. Вытеснение русских названий из Антарктиды связано с тем, что отсутствуют современные отечественные карты. В этой связи нужен нам новый российский атлас мира. Вот это интересно, да. Новый российский атлас мира. А, каково. Особенно, да. Как будто, блин, континенты, я не знаю, изменили свое место расположения. В этой, да. Который донесет правду до мира в области истории и географии. Гриф секретности на многих картах явно устоял и выглядит архаично. Резюмировал президент. Надо вновь ввести географию в старших классах. Добавил Путин. Значит, сразу по поводу названий. Это еще большевики придумали их менять. Сначала большевики исказили историю, а теперь вот Путин будет ее искажать. Но у большевиков хотя бы это было талантливо. Название. Большевики еще придумали все переименовывать. А до них французские революционеры. И проблема не в том сейчас, что ущемляются в мире русские названия мест. А в том, что Сноу для большинства народа это не остров, а персонаж Игры Престолов. И вот в этом проблема, а не в названиях. То есть, важно этот остров Сноу или остров Пупкина. Главное, чтобы о нем знали и знали, где он находится. Но почему же все-таки вычисляют названия, связанные с Россией? Ответ очень-очень прост. Вот Америка в Испуче, Испанец. И Калумб тоже. То есть, тот, кто дал имя Америке, кто ее открыл, испанцы. И что, США принадлежит Испании? Нет. А Мексика? Ну, когда-то да, сейчас нет. США и Канада очень долго, несмотря ни на что... США и Канада, несмотря ни на что, эти места были... Несмотря на то, что эти места были открыты испанцами. И португальцами долгое время принадлежали именно Британии. Не потому, что англичан был сильный флот и армия, хотя не без этого. Но испанский флот-то был не менее силен, а потому, что в Британии случилась промышленная революция и появились первые не деревянные, а медные корабли, новые парусники, но самое главное новые пушки. Их стали по-новому чистить и за ними ухаживать новыми средствами. И все. Америка долгое время принадлежала британцам ровно потому, что у них были на тот момент самые высокие технологии, связанные с тем, что именно в Британии появился первый парламент, который ограничил монархию. То есть там, где диктат развития науки и технологий невозможно. А там, где свобода и демократия, там как раз, ну на тот момент, да, как раз развитие возможно. Теперь возвращаемся в Антарктиду, наши в ней. Ну и что с того, что мы ее открыли? Кто сейчас стоит в центре Антарктиды на Южном полюсе? Ответ. Американская база Амудисон-Скот. Они даже умудряются зимой, зимой в Антарктиду доставлять грузы. В то время, как наши ученые заявляют, что это нам невозможно сделать. Да, сами эти карты это архаизм. Век спутниковой навигации айфонов и айпэдов. Любой может посмотреть в себе в телефон и узнать любую географическую точку. А тут ты узнаешь, что в 21 веке, веке 4G, ведь телекарты мира новые надо составить. Ну, наверное, еще и керосиновую лампу изобрести. Логика, однако, в этом все-таки поручении Путина присутствует. Это в создании новых карт мира. Это в том, чтобы на них, на эти самые карты, нанести новые республики. ДНР, ЛНР. Я хорошо, кстати, помню, как у нас на уроке географии учительница потребовала купить новые географические карты, в которых, в сентябре 2008 года, в которых были обозначены Абхазия и Южная Осетия. То есть, получается, все ради пропаганды. Вот для чего нужен этот указ, чтобы весь мир знал территорию Донбасса не как территорию Украины, а как территорию независимых ДНР и ЛНР по поводу ведения географии в старших классах. Сначала при Путине и Медведеве ее убирают, а потом вновь вводят. Вы уж там определитесь, ведь для науки и образования важно постоянство. А не когда, когда сегодня исключают предмет, а завтра о нем вспоминают и обратно включают. Ясно дело, что если вести географию в старших классах, образование навряд ли дело улучшится, потому что это все равно будет натаскивание к ЕГЭ, или как это было в моей школе, когда некоторые предметы, по которым либо мало сдающих ЕГЭ, либо нет вообще просто. Они отменяются, а на их место в расписании ставятся те предметы, по которым сдают ЕГЭ много людей, чтобы как раз успевать подготовиться. А интересно получается и то, что новыми картами займется Министерство обороны, а не Министерство образования или Академии наук. Это значит, что засекреченные объекты на картах так и останутся засекреченными. Если даже там уже ничего нет с распада СССР, не могут быть, ведь волки, вегетарианцы, а Министерство обороны не может быть главным сторонником утечки тайн. А бюджетное бабло на новых картах надо попилить. Именно, кстати говоря, поэтому важен, так важен митинг 5-го 0-5-го. Собираемся в городах и высказываем свою позицию против 4-й инаугурации Владимира Владимировича Путина в поддержку Алексея Анатольевича Навального. На этом все. Счастливых вам майских праздников. Не забудьте, конечно же, про акцию 5-го 0-5-го. Увидимся после майских праздников в формате итогов недели. Но если будет что-то срочное, то еще увидимся. Однако, вести недели без Дмитрия Киселева я планирую все-таки сделать двухнедельный перерыв. И уже потом, после, сейчас мы посмотрим, значит, ага. Ну вот, короче, перерыв на майские праздники у нас идет 6-го мая. Так, 13-го мая тут тоже, значит, вот. Следующий эфир в этом формате я планирую провести 20-го мая. Ну что ж, до свидания. Хорошего вам шашлычка. Я, кстати, не поем шашлычка, потому что у нашей семьи нет на него денег. Все из-за третьего срока. Я именно как раз Путина, именно как раз, почему я против четвертого срока. Ценно выросли в разы. С дачей тоже непонятно, что погода мерзкая. Идут дожди, дожди и дожди. Но, тем не менее, я вам желаю счастливо отдохнуть. Пока.